Приветствую вас. Вопрос, который вы задаете, больше похож на соответствующий запрос пикапера. То есть, вот, такое ощущение заднику, что вы хотите, чтобы мы вам помогли именно в пикапе, в девочке. Потому что имеет место быть у вас, на мой взгляд, излишняя структурированность взаимодействия с девочкой. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемая история, потому что таким образом вы отношения слишком сильно делаете схематичными, если можно так выразиться. Вот. То есть, слишком схематичными кажутся ваши отношения. Вот. А это не может идти в любом случае на пользу самим отношениям. Вот. А с точки зрения психологии, если мы говорим именно о психологической помощи вам, то вот с точки зрения психологии я бы сказал, что вам желательно бы больше внимания и значения уделить тому, как вы воспринимаете девушку. Что она для нас значит? Вы воспринимаете ее как что сейчас? Как объект, например, сексуального желания. Или вы воспринимаете ее сейчас больше как объект, ну, духовного желания. Ну, ваших духовных потребностей, духовных импульсов, скажем так. Вот. То есть, вот мне кажется, что вам надо бы в этом направлении поработать. И вот тогда, когда вы определитесь с этим моментом, да, когда и если вы определитесь с этим моментом, я думаю, что уже будет гораздо легче вам и понятнее, что делать дальше. Если вы поймете, что для вас, ну, что для вас значит она, что для вас значит девочка. Вот. Мне кажется так. То есть, если это, допустим, если это, допустим, сексуальный объект, да, для вас, если это сексуальный объект, то относиться к нему нужно соответственно. Если это в большей, если это в большей степени духовное чувство, ну, у вас духовное чувство, если в большей степени, то соответственно и относиться нужно опять же к этому именно как вот к духовному ощущению, ну, к духовным чувствам. Вот. То есть, на мой взгляд, вот эту вот вы ошибку делаете, что пытаетесь слишком сильно вот структурировать ваши отношения. Пытаетесь, вы как бы пытаетесь себя защитить, вы пытаетесь себя защитить от, ну, не знаю, от возможных проблем, может быть, от возможной боли, может быть. То есть, возможно, вы боитесь этой самой боли, возможно, вы опасаетесь того, что эти отношения могут причинить вам боль. Вот. То есть, момент здесь, он вот такой, как мне видится, момент здесь, он именно вот такого типа, такого плана момента. И мне кажется, что вот в этом направлении вам нужно двигаться. Именно в этом направлении вам нужно двигаться. А не в том направлении, которое вы выбрали для себя сейчас, да, пытаетесь подобрать какой-то оптимальный вариант. Почему? Потому что вы девочку как бы завоевываете сейчас, вот вы пытаетесь девочку как бы завоевать. Это не совсем правильная история. Пытаться завоевать девочку, ну, разведка была, это простая история. Почему? Потому что отношения ваши, они базируются не на общности, не на чем-то общем между вами. Отношения базируются на каких-то других вещах, вот, которые, ну, в перспективе, именно в перспективе, вот. А могут сыграть с вами не очень хорошую шутку и могут стать, могут стать причиной проблем между вами, вот. Поэтому, если вы хотите выстраивать отношения все-таки здоровые, да, то на мой взгляд, отталкиваться нужно от большей чувственности, от спонтанности, от духовности, если угодно. Это вот, ну, это чисто мое мнение. То есть, как психолог, да, я не вижу себя пикапером, я не вижу себя наставником по пикапу. А ваш вопрос, он очень похож на эту сторону. То есть, основная проблема, проблема вашей в том, что вы пытаетесь понять, чего ждать от девочки, вот. А это сделать, в общем и целом, невозможным. Невозможно понять, чего вам ждать от девочки, потому что, зачастую, она сама, значит, ну, не знает, что. Все хочет, всего хочет, вот. Зачастую, она сама не в курсе, не в курсе, не в курсе этого. Вот. И подобная схематизация отношений ведет только лишь к обману. Я, кроме того, хотел бы отдельно заметить, что, на мой взгляд, является ошибкой выстраивания отношений именно с коллегой. Коллегой. Потому что, с коллегой вас связывают, ну, коммерческие отношения, в первую очередь. Это коммерция. И, на мой взгляд, коммерция, коммерция в отношениях, коммерция как основа для отношений, совершенно неприемлема. Потому что, это не делает ваше, ваше взаимодействие полностью искренне. Вот. И, если говорить о рекомендациях, то, я полагаю, что необходимо просто постараться вывести, постараться вывести ваше общение за пределы рабочих моментов, за пределы профессионального взаимодействия. То есть, если вы пригласите ее, ну, посидеть где-то, да, там, привести время вне работы и пообщаетесь с ней. Вот это будет лучше всего. И вы лучше всего сможете как раз-таки ее понять. Гораздо лучше вы сможете ее понять, чем, ну, чем то, что вы делаете сейчас, да. И так даже. Вот. А, вот, в принципе, так я мог бы, наверное, ответить вам на ваш вопрос, потому что, м-м-м-м. Больше, наверное, я пока, вот, сейчас, на данный момент, больше я бы не скажу. А, больше я не скажу. Вот. Вот. Не потому что я не хочу, да, а, потому что очень мало-очень мало информации, очень мало. О вас. Вот. Ну, о вас, и о том, что происходит, вот. во всепи, ну, вот, не с дугами. Кроме того, вы говорите, что у девушки есть отношения с другим мужчиной, с которым она ссорится постоянно, да, ну, как бы и любит, и ссорится. А здесь тоже есть очень важный момент. Дело в том, что, чтобы вступить в отношения с вами, в любом случае, ей нужно завершить те отношения, демонхантер, вот, ей нужно завершить те отношения, чтобы не было такого, что она, не завершив одни отношения, начала другим. Вот. Это также очень вредно для взаимодействия вашего будущего или возможного факта, очень вредный факт для вашего взаимодействия. Вот. Надеюсь, надеюсь, что это было вам полезно, мой ответ. Скорее всего, он не дал вам того, что вы хотели бы услышать, но поймите правильно, то, что варианты можно подбирать бесконечно. Вот. Вы варианты сами, сами выберите. То есть, вы сами выберите вариант его поведения. Я просто хочу, чтобы вы сделали акцент на себе и отталкивались в отношениях от себя, а не от нее. Тогда отношения получатся более-более искренними. Они получатся более оживыми. Вот. И вы, самое главное, сможете видеть личность в девочке, а не просто какой-то объект, который, ну, который нужно завоевать. Завоевать, да, или что-то еще. Вот. Вот. Так можно вам ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если здесь сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.